Первые в добрых делах. 59-я Чебоксарская школа получила полмиллиона рублей. Грант Миноборнауки пойдет на создание центра подготовки и обучения волонтеров добра. Добровольцев будут готовить по трем направлениям. Социальное, медиа и арт-волонтерство. Что такое добрая воля, ребята-волонтеры знают не понаслышке. Отдавать больше, чем брать, для них стало уже привычкой. Здесь собрались представители направления медиа-волонтерства. В школе открылась своя, без преувеличения, профессиональная студия. Юные журналисты, операторы и режиссеры рвутся в бой. Для них уже начали устраивать мастер-классы. Учат снимать сюжеты, создавать радиопрограммы и даже фильмы. Медиа-волонтеры будут целенаправленно работать на то, чтобы освещать события, связанные с жизнью детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов. Для того, чтобы привлекать внимание широкой общественности к актуальным социальным вопросам. И, естественно, для того, чтобы выполнять очень важную просветительскую миссию. Юрий Перцев занимается видеомонтажом, работает со звуком, создает сайты и программы. Юноша, говорит, стал добровольцем по велению сердца. Он, можно сказать, превратил свое увлечение в полезное и нужное дело. В медиа-волонтерстве мы начали заниматься вот с прошлого года. Мы делали вот эти вот видео про храмы. Также вот у нас сейчас готовится несколько проектов, посвященных Ивану Яковлевичу Яковлеву. На самом деле хочется как-то помочь людям и медиа-студии, вообще людям. И хочется еще и научиться. То есть это прекрасный опыт. Добро и любовь дарит людям и Елена Котова. Социальный волонтер считает, что просто учиться сегодня уже невозможно. Главная миссия – помогать инвалидам, сиротам или пожилым людям адресатов добра достаточно. В данный момент у нас проходит мастер-класс по поделкам для Пасхи. Мы делаем пасхальные яйца, но не в обычном их виде, а с помощью специальных материалов. Мы уверены, что это поможет развить как моторику детей, так и подарить радость их близким, когда они будут это преподносить в праздник. Я считаю, что каждый человек должен помогать людям и окружающей среде. Это долг каждого гражданина. Независимо от того, сколько за это платят, что нам за это дают. Просто так, от чистого сердца. Третье направление проекта – арт-волонтерство. Песни и танцы, сценки и викторины. Задача добровольцев – устраивать праздники детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Помимо гранта Миноборнауки, в качестве дополнительного софинансирования проект получил еще 500 тысяч из республиканского бюджета и других источников. С открытием Центра подготовки и обучения волонтеров развитие добровольческого движения выйдет на новую ступень, уверены авторы проекта. Уже с сентября по декабрь все волонтеры с 5 по 9 класс пройдут обучение по трём группам. Мы проводим чаще мероприятия на базе своей школы. Хотелось бы проводить выездные мероприятия, допустим, в каких-то детских садиках, реабилитационных центрах. И на данный грант будет закуплено оборудование для проведения выездных мероприятий. Будет закуплена также атрибутика для волонтеров. И также будут приглашены специалисты, которым будут оплачиваться из средств гранта. Благодаря полученному гранту школьники-волонтеры смогут расширить территорию добра и ещё раз показать, как добровольчество меняет мир к лучшему.